я первый драконоборец шел бы ты отсюда петушок для начала давайте разберемся что такое готика и за что ее все так любят готика это настолько суровый мир что на любом шагу тебя может убить петух прихлопнуть муха и изнасиловать гоблин из-за чего у людей в этом мире никогда не разжимаются кулаки а кружку пива и тарелку супа они легко прячут в карман здесь тролли отправляли людей в полет еще до того как это стало мейнстримом а динозавры в лесу обычное зрелище и только в городе в объятиях диего ты чувствовал себя в безопасности до того момента как ты заметишь единственное что здесь делают строго по расписанию это писают и пытаются тебя ограбить готика не считала тебя за умственно отсталого отмечая куда тебе нужно идти на карте здесь и карты то поначалу нет сам думай что делать и сам находи пути к выживанию игра действительно сложная и сложность не обуславливалась бесконечными кувырками вокруг любой опасности каждый монстр и каждая ситуация требовала разного подхода игра заставляла думать недостаточно силен чтобы убить мечом огромного монстра просто уменьши его магией и сможешь убить его хоть пощечиной не можешь попасть в закрытую решеткой комнату превратись в жука и пролезь между против нужно незаметно пройти мимо стражника усыпи его магией ну или на крайняк через секретный прием пиздюли благодаря такой вариативности глубине проработки квестов игрового мира первые части готики стали моими любимыми играми напрочь уделывающими всех конкурентов но как мы знаем те времена давно прошли и сделать конкуренцию следующим мастодонтом рыбная студия по разным причинам так и не смогла но надежда олдфага жаждущего наконец увидеть очередной шедевр умирает последний и судя потому что я увидел в эликс не зря то есть ты что хочешь сказать эликс вышел на уровне готики господи ну конечно же нет здесь почти все из рук вон плохо графика слабая оптимизация хромает баланса в игровом процессе по моему не было даже в задумке управление шлет тебя нахер а звуки окружения и музыка могут отключаться и включаться когда захотят какой-нибудь бесшумный ливень или взрыв здесь в порядке вещей на лицо дикая нехватка бюджета из-за чего даже музыку пришлось писать не композитору а самому главе студии вы просто вдумайтесь в это куча спорных моментов вроде сырого эликса и бесполезных навыков да и вообще сеттинг где одна третье населения пользуются высокотехнологичными унитазами вторая часть лопухами а третья консервными банками согласитесь откровенно странный из-за всех этих нюансов порог вхождения в эликс по сегодняшним меркам критически большой первые часы просто не можешь понять зачем в это играть но копнув поглубже понимаешь что потенциал у этой игры огромный игра даже несмотря на все недостатки хорошие да по концепции это тоже готика снова три лагеря максимально враждебная среда и один общий враг и многие уже сказали снова сделали готику зачем мне в очередной раз играть в то же самое я что дебил то есть вышки в очередной раз захватывать в ассасинскриде убивать очередной раз фрицев в ульфинштейне в очередной раз развивать базу в стратегиях в очередной раз спасать мир в диабло то есть это не то же самое я уже не говорю о дарк соусах и бладборн зачем ты в очередной раз играешь в то же самое ты что дебил графика концепция и техническое исполнение все это не так важно если играть с каждым часом все интереснее если игра глубокая ее хочется исследовать если персонажи не устают удивлять пираньи изобрели жанр в жанре и у них он получается отлично поэтому пускай они снова делают готику эликс не идеально но это однозначно лучшее что они делали после второй готики поэтому я все-таки советую поиграть в эликс всем фанатам ролевых игр потому что это сейчас чуть ли не единственная достойная рпг после третьего ведьмака кстати ты можешь получить эликс совершенно бесплатно тебе может достаться один из пяти ключей с эликс для steam подробности в моей группе ну а на этом все подписывайся на канал ставь лайк и до новых встреч